Здравствуйте, меня зовут Ксения, я пиар-менеджер в издательстве Alpine Nonfiction. И сегодня я хочу рассказать вам о небольшой подборке книг. Эту подборку я бы назвала «Люди и история». Начнем с книги, которая называется «На веселее». Ее написал известный психолог-когнитивист Эдвард Слингерланд. У этой книги подзаголовок «Как люди хотели устроить пьянку, а построили цивилизацию». Это очень остроумно написанная книжка, в которой автор делает попытку понять, каким образом алкоголь оказался настолько плотно и крепко вписан в историю человеческой культуры, в историю человеческой цивилизации. В книге представлен довольно широкий спектр точек зрения на предмет исследования. Это из точки зрения биологии, медицины, психологии, социологических наук. Как я уже сказала, книжка очень легко написана. У автора потрясающее чувство юмора. Это ни в коем случае не книга с пропагандой за или против. Это попытка объяснить тот факт, что гречительные напитки настолько плотно сплетены с нашей историей. Следующая книга – это автобиографическая книга. Вышла она в издательстве Alpina Publisher. Ее написала девушка по имени Дженнифер Тиге. Ее мать немка, отец нигериец. Ее дедушкой был Аман Гет, печально известный комендант концлагеря Плашов, который располагался неподалеку от Кракова. Персонаж Амана Гета, если вы помните, появлялся в фильме «Список Шиндлера», но на самом деле в реальности этот человек был еще более жестоким, беспощадным. И его внучка, когда девочке было 7 лет, ее удочерила приемная семья, и через какое-то время она практически полностью перестала общаться со своими биологическими родственниками. О том, что ее дедушкой был Аман Гет, она узнала абсолютно случайно. И в книге она рассуждает о том, как это – жить, понимая, что твои родственники скрывали от тебя такую страшную правду. Понимать, что никто с ней ни разу об этом не разговаривал. Это очень эмоционально трогающая книга, потому что ей больно было понять, каким ужасным человеком был ее дедушка. И она рассказывает о том, что ей потребовалась помощь психолога, она очень подробно это все описывает. И я думаю, что книга может быть интересна людям, которые хотят почитать о том, как справляться с такими темными семейными тайнами. Следующую книгу написал британско-пакистанский писатель, историк и публицист, которого зовут Тарик Али. Книга называется «Винстон Черчилль. Его эпоха, его преступления». В мире у Черчилля, конечно же, репутация видного, известного политика, такого борца за какие-то консервативные идеи, представителя тогда-то Великой Империи. Но на родине Черчилля все чаще раздаются голоса, призывающие пересмотреть настолько однобокий взгляд на этого человека, потому что он, помимо прочего, придерживался очень двойных стандартов, что, наверное, делает любой крупный политик. И его настолько захватывала идея величия Британской Империи, что он был готов идти практически на любые человеческие жертвы для того, чтобы поддерживать эту идею. Поэтому я даже не могу сказать, что эта книга является биографией в классическом смысле этого слова, потому что Тарик Али применяет более широкий подход и, в принципе, очень подробно излагает и свой собственный антиколониальный взгляд. И также рассказывает о том, как колониальная политика, какой вред ужасный она приносила людям, на какие жертвы шли политики. Поэтому эта книга будет интересна всем, кто интересуется историей империи и антиколониальными взглядами. И, наконец, книга, о которой я хочу сегодня вам рассказать. Ее написал Максим Шрайер. Книга называется «Бунин и Набоков. Ученичество, мастерство, соперничество 1917-1977 годы». Максим Шрайер потратил большое количество лет на то, чтобы изучить архивы, переписку Бунина и Набокова и описать то многое, что связывало творчество этих двух великих людей. Потому что Бунин был почти на 30 лет старше Набокова, и его литературная слава пришла к нему, когда Владимир Набоков фактически был еще ребенком. Но в последующие годы эта диспозиция изменилась, потому что Набоков набирал славу. Они вели между собой переписку, и творчество Бунина, очевидно, повлияло на произведение раннего Набокова. Но дальше Набоков достаточно осознанно от этих параллелей уходил, и это такая история очень сложных творческих взаимоотношений между двумя великими писателями. Я думаю, что книжка будет интересна всем, кто интересуется русской литературой и кого волнуют вопросы взаимовлияния одних творцов на других. На первый взгляд эти книги очень-очень разные, но их все объединяет то, что каждая из них рассказывает о роли человека в истории, о том, как мы влияем на историю, как история влияет на нас. Я думаю, что после того, как вы прочтете эти очень разные книги, ваш читательский взгляд станет более широким, и у вас получится лучше улавливать оттенки окружающего мира.